Здравствуйте, особые мнения на Первом Тульском. Я Сергей Зверев. Сегодня в очередной раз мы поднимем тему туризма. Тем более, что в гостях у нас председатель комитета Тульской области по развитию туризма Сергей Кузнецов. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Но комитет новый. После того, как нам представили новое правительство, мы поняли, что изменения незначительны, но они есть. Ранее Министерство культуры, туризм, все объединялось в одном министерстве. Сейчас именно развитие туризма выделено в один комитет. Ну и хотелось бы, наверное, для начала понять, какие полномочия, почему именно так сделано и какие основные задачи перед комитетом поставлены. В рамках подготовки основных направлений деятельности правительства до 2021 года в обсуждении и в подготовке этих решений, кстати, принимал достаточно большой круг общественных организаций, активных граждан. Могу сказать, что туризм выделен в отдельные направления. И наравне с такими традиционными направлениями развития экономики, как промышленность, сельское хозяйство, туризм выделен отдельной строчкой, занимает шестое место. Но, в общем-то, это не по значимости, он на шестое место отодвинут, просто так как бы расположен. Но то, что он выделен, туризм, в отдельное направление, это, в общем-то, говорит о том, что задачи, которые поставлены перед правительством и президентом Российской Федерации, и задачи, соответственно, которые поставлены губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюминым перед комитетом, это создание благоприятных условий для развития туризма на территории Тульской области, сделать все необходимое для того, чтобы туризм стал действительно отраслью экономики. То есть, если отделять туризм региональный, это в первую очередь некая реклама региона, или это все-таки для региона прибыль? Понятно, что все взаимосвязано, но все-таки в первую очередь это бренд Тула, или это источник дохода для регионального бюджета? Когда мы говорим, вот я только что сказал, что туризм должен быть и рассматриваться как отрасль экономики, конечно, мы здесь рассматриваем с разных сторон. Это и формирование бренда территории, и здесь в любом случае сотрудничество с различными организациями, и это экономика и поступление... Любое предприятие экономически успешным быть не может, если оно неправильно представлено и не прилагает усилий для самопродвижения и для какой-то саморекламы. Все-таки взаимодействие с Министерством культуры, определенные задачи, оставленные при Министерстве, как разделены ваши полномочия в области туризма? Потому что познавательный какой-то событийный туризм, он в первую очередь, наверное, все-таки к Министерству культуры относится, за вами больше инфраструктура, инвестиции, или не совсем так я представляю картину? Вы знаете, когда, если так придерживаться буквы закона, то если мы будем читать положение о комитете, то там четко прописано создание благоприятных условий для всех субъектов экономической деятельности, которые в той или иной степени работают в сфере туризма. Поэтому говорить, что вот это осталось за одним министерством, вот это за другим, это, наверное, не совсем верно. Причем, если сравнивать, ну или говорить про Министерство культуры, то, конечно, памятники, истории, архитектуры, музеи, это прерогатива Министерства культуры, это никто не спорит. Но в качестве примера я вам могу и другую привести иллюстрацию. Если мы говорим про развитие агрономического туризма, сельского туризма, то у нас здесь тесные взаимоотношения с Министерством сельского хозяйства. Если мы говорим про развитие таких новых направлений, как промышленный туризм и его составной частью оружейный туризм, то мы будем тесно работать с Министерством промышленности. Поэтому вот эти разделения, они очень условны и только в тесном взаимодействии всех заинтересованных организаций, в том числе и общественных организаций, не только органов регионального уровня, органов власти регионального уровня, но всех заинтересованных структур, можно действительно что-то сделать, чтобы Тульский край был еще более привлекательным и интересным. Прежде чем начинать что-то делать, надо понять, в какой ситуации мы находимся на данный момент. Потому что если начать искать информацию о количестве туристов в Тульской области, приезжающих на один день, большинство которых приезжает, то есть это туризм одного дня, в первую очередь из столицы, есть туристы иностранные, как мне кажется, какой-то цельной картины никто не имеет. Потому что в разных источниках разные сведения, все допускают оговорки по нашим подсчетам, примерно ориентировочно. Вообще реально посчитать картину туристического потока в Тульской области на сегодня? И ведь, наверное, это тоже одна из ваших задач ближайших. Вы знаете, на сегодняшний день действительно картина несовершенная. И то, что федеральное министерство занимается сегодня совершенствованием этой структуры, и могу сказать, что Тульская область один из пилотных регионов, который участвует сейчас в апробации новой системы сбора статистики, статистических данных. Потому что действительно происходит двойной учет тех экскурсантов, которые приехали, посетили, например, музей оружия, потом они приехали на Куликово поле, то есть один и тот же человек учитывается дважды. Обманываем сами себя, получается? Нет, это не совсем так, это не обман, но просто надо понимать, что есть некое дублирование. Потому что есть объекты показа, и на каждом объекте показа ведется свой учет. Своя отчетность. Своя отчетность. И не только с точки зрения отчитаться, а с точки зрения развития, чтобы понять, насколько посещаемый объект, какая возрастная группа посещает, какая социальная группа и так далее. То есть очень много критериев. В настоящее время, ну, та статистика, которую мы располагаем, действительно говорит о том, что большая часть это экскурсанты. То есть это те, кто посещает Тульскую область в пределах 24 часов. Хотя эта цифра за последний, ну, за 2015 год выросла существенно на 50%, и составляет 2 миллиона 531 тысячу человек, а число туристов за тот же период составляет 541 тысячу человек. Поэтому задача комитета в том числе создать такие условия, чтобы люди захотели остаться в Туле, в Тульской области хотя бы на одну ночь. И перешли вот из этого разряда экскурсантов в разряд туристов. Соответственно, экономика уже будет другой. И заполняемости гостиниц, и ресторанов, кафе, общепита, и развлекательных учреждений, организаций. Потребности туриста, как планируете вычислять намерения, пожелания? Потому что с каждым персонально не побеседовать. Конечно, есть какие-то методики. Чтобы что-то предложить, надо понять, что турист хочет. Как вот в этой области вы планируете работать? Ну, знаете, вот конкретный пример. Мы сейчас работаем с одними инвесторами, потенциальными инвесторами, которые заинтересовались строительством и реставрацией старинных комплексов, усадеб и развитием именно с точки зрения музейной даже деятельности. Инвесторы интересуют, что на данной территории, куда они потенциально хотели бы зайти. Какие есть объекты показа? То есть музеи, частные галереи. Какие есть храмы? Люди задают вопросы, которые, казалось бы, может быть, на первый взгляд кажется, ну при чем здесь храмы, вы же хотите там что-то, да? Бизнес все должен просчитать. Все просчитывается, действующие храмы. Значит, вот вы сказали, чем занятие, что предложить. Следующее, помимо музеев, театры, концертные залы. То есть, естественно, когда мы говорим о развитии туризма, мы должны просчитывать все. Начиная вот с того момента, когда человек пересек границу Тульской области, до его отъезда. Соответственно, весь световой день. Он встал, проснулся, так сказать, умылся, позавтракал и так далее. После посещения объектов показа ему хочется отдохнуть. Но каждый отдых понимает по-своему. Кому-то нужно в кафе сходить посидеть, кому-то просто погулять по городу, посмотреть на красоты другого города, куда он приехал, может быть, вообще один раз в жизни, и, может быть, вряд ли сюда вернется. Но погуляв, он, наверное, захочет. И мы очень на это надеемся, что он захочет сюда вернуться. Обратная связь каким образом вообще должна быть с туристом? Большинство наших сограждан, кто ездит на юг, и в российский, и в ту же Турцию, все прекрасно знают, что турист отдохнул. Ему тут маленькую анкеточку. Он там в основном поставил плюсы, потому что он в приподнятом настроении. Но, тем не менее, есть какие-то моменты показательные. Если что-то не нравится, большинство туристов объективные оценки дают. Здесь подобная обратная связь не обязательно такая примитивная. Но все-таки как планируете использовать это? Мы планируем использовать. Действительно, вопрос очень серьезный. Это с туроператорами, наверное, в первую очередь взаимодействие должно быть. Вы знаете, с туроператорами это уже сейчас есть работа. Она проводится. Самое главное, что надо слышать туроператоров и представителей туристических агентств. Потому что это те организации, которые в первую очередь слышат отзывы о посещении того или иного объекта, об инфраструктуре. Начиная уже, так скажем, у всех это на слуху. Там и туалеты. Это тоже коммерческая структура. И в убыток себе работать они не будут. Если они видят, что здесь положительные отклики, турист едет, то это сразу будет заметно. То есть, с туристическими агентствами, с туроператорами работаем и будем работать. И эту работу будем активизировать на самом деле. Потому что не все так идеально отлажено. Может быть, идеально сделать что-то невозможно, но во всяком случае хочется к этому стремиться. Кроме этого, будем работать с гостиницами. Причем очень много направлений, которые мы запланировали себе именно в взаимоотношениях с объектами размещения. Но в том числе вот этот сбор информации, обратной информации, через них мы тоже планируем. То есть, не просто, как это сейчас происходит, заполнить анкету, понравился ли вам номер услуги. Но чтобы турист обозначил, что ему еще в Туле понравилось или в области. Даже если он был с каким-то деловым визитом, тем не менее, он что-то видел, на что-то обратил внимание. Предлагаю сделать короткий перерыв. Буквально через минуту мы продолжим говорить о развитии туристической инфраструктуры в Тульском регионе. Продолжаем особое мнение. На Первом Тульском у нас в гостях сегодня представитель комитета Тульской области по развитию туризма Сергей Кузнецов. Сергей Васильевич, недавно в должности что-то уже успели сделать. С чего начали вообще? Какие первые шаги руководители вновь созданного подразделения? Что в записной книжке на рабочем столе под первым номером сегодня? Сегодня уже с 9 часов масса встреч и совещаний. Причем не только с коллегами по комитету, но и с предпринимателями. Причем сейчас очень интересный такой момент. Люди просятся на встречу. Это не те, кого я как представитель комитета пригласил, потому что еще очень много оргвопросов. Но люди просятся на встречу и хотят поделиться своими идеями. То есть, та работа, которая проводилась этим летом в ходе подготовки основных направлений развития региона, она на самом деле продолжается. Идеи есть действительно ценные, но не то что удивление вызывают. Ах, как мы этого не заметили, ах, как здорово вы придумали. Что-то подобное есть или в основном это такие предсказуемые идеи, которые требуют воплощения? Вы знаете, идеи действительно очень разные. Есть в чем-то повторение. Но, вы знаете, как даже в любой идее, которая, казалось бы, уже даже на первый взгляд кажется себя изжившей, на самом деле раскрываются какие-то новые стороны. И если мы говорим о развитии туризма, кстати, это очень важно. Потому что у любого объекта показа есть свой предел наполнения. То есть, свыше которого он не может в течение месяца принять количество людей, увеличить вот этот поток. Есть определенные санитарные нормы и так далее. И когда люди приходят с идеями сейчас, как еще можно привлечь, что рядом с этими объектами еще можно сделать. Приходят с такими идеями, как открытие каких-то небольших частных выставок. То есть, у людей сегодня накопился определенный опыт, потенциал, какие-то коллекции есть. И люди хотели бы их показывать. То есть, коммерческие организации, не буду называть, чтобы не было рекламы, которые занимаются именно рекламным бизнесом, предлагают свои услуги по продвижению бренда территории, используя имеющиеся у них рекламные конструкции. Сейчас тоже это будем рассматривать. Вот буквально вчера встреча была. Сегодня по обсуждению и привлечению потенциальных инвесторов. То есть, каждый человек, используя свои знания и опыт, может дать какое-то новое видение. И заставить нас посмотреть с другой точки зрения. Воплощение этих проектов изначально тоже требует определенных затрат финансовых. Источники какие будут привлекаться? Понятно, что это инвесторы частные. Есть надежда на помощь государства. Какой баланс, за счет каких средств те или иные задачи будут решаться? Ну, знаете, вот на примере гостиничного, наверное, бизнеса... Например, да. То есть, это вот показательный такой момент. Ну, даже знаете, как вот я напомню телезрителям, что была в сентябре месяца текущего года встреча в Ясной Поляне президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с общественностью. И вот на этой встрече президент отметил необходимость строительства трехзвездочных гостиниц. То есть, недорогих пятизвездочных, которые большинство граждан... Ну, понятно, гостиниц, которые включают достаточно количество комфорта, услуг. То есть, это не должны быть какие-то такие, ну, условно, в кавычках общежития, там, ночлежки и так далее, как бы грубо не звучало. Тем не менее, качественные гостиницы, комфортные для все-таки достаточно избалованной публики, которые вот путешествуют по российским городам. Вот. И если мы говорим о развитии как раз этого направления, то сегодня есть ряд усадеб, которые находятся в таком плачевном, в общем-то, состоянии, давно не используются. Есть даже и фактически руинированные. Но нам очень хотелось бы, чтобы нашелся инвестор, который бы их восстановил. Пусть под бизнес, да, пусть для строительства гостиниц, для размещения в них гостиничных каких-то услуг. Да, на определенных условиях договариваться с государством, ну, в той же Европе, да, на которую мы частенько киваем, такая практика широко распространена. Древние, ну, какие-то замки, более-менее вот сохранившиеся, они восстанавливаются, реставрируются, используются частным собственником, тем не менее, под таким пристальным вниманием государства. Да, хорошая аналогия. Соответственно, каким образом можно решать этот вопрос? Тульская область готова пойти на то, чтобы заключить соглашение и передать в аренду минимум на 49 лет по цене 1 рубль в год. То есть, такая практика, да. А желающие есть? Такая практика уже есть. И уже появились желающие, которые рассматривают. В Туле есть уже один прецедент, когда инвестор взял за 1 рубль в год и восстанавливает этот обет. Почему так мало, Сергей Васильевич? Ну, вроде бы, да, какие-то уникальные здания, интересные места. И, в общем-то, это 49 лет, длительный срок. Понятно, что связано с затратами. Может быть, это боязнь излишнего контроля со стороны государства, неуверенность в отсутствии какой-то перспективы. Это ведь тоже вопрос, которому тоже надо уделять. Почему невелик спрос? Что мешает? Дело в том, что, если мы говорим о развитии таких проектов и о вложении денег в такие проекты, это длинные деньги должны быть. То есть, они должны быть более-менее у инвестора свободны. Потому что реставрация этих объектов – дело не дешевое. И со стороны государства есть определенные требования. Да, мы готовы передать фактически условно в аренду, но будьте добры, восстановите это здание, этот объект в том виде, в котором он должен быть восстановлен. Это памятник. Но государство, и в частности, если мы говорим про Тульскую область, будем говорить про Тульскую область, оно готово идти дальше. То есть, мы готовы продвигать эти проекты на федеральном уровне и включение их в федеральную целевую программу. Где за счет федеральных средств и, соответственно, средств бюджета региона могут быть построены коммуникации к этому объекту. Потому что, скорее всего, эти объекты в большинстве случаев не имеют коммуникации. То есть, подвести газ, воду, электричество и так далее. То есть, вот эта ответственность государства, вот эта сторона должна быть выполнена, тогда уже и процесс пойдет, наверное, более динамично. Безусловно. Но, еще отвечая на ваш вопрос, ведь инвестор, он считает срок возврата денежных средств. То есть, как бы то ни было, для него это не просто развлечение, это инвестиционный проект, коммерческий проект. Поэтому учитывается при принятии решений все. Не только вот это вот, ах, за рубль взял. Но на самом деле, ему хочется, чтобы проект работал. Ну, немного времени остается, наверное, еще будем встречаться. И тем много, много говорилось о проведении каких-то фестивалей. Да, есть определенный опыт уже, есть попытки делать региональные масштабные мероприятия. С привлечением и звезд, и с мощным национальным колоритом. То есть, здесь широкий спектр. Эта тема тоже, наверное, будет в области вашего внимания. Будете обращать пристальное внимание и акценты делать на подобных мероприятиях. Ну, и такой вопрос, как вы бы смогли свою деятельность оценить? Пройдет год, ну, понятно, ну, два-три года. Надо сказать, как поработали, по каким критериям можно оценить успешность деятельности комитета. На что, в первую очередь, следует обратить внимание? Какие показатели успешности вы видите? Вы знаете, ну, пройдет время, и, наверное, прежде всего, люди должны оценить работу комитета. Мы сейчас для себя определенные задачи поставили. И для того, чтобы цели достичь, мы формируем комитет и приглашаем, в том числе, это не только бывшие чиновники, да, которые где-то когда-то уже поработали, имеют опыт. Мы сейчас формируем комитет из тех людей, которые работали в реальном секторе экономики, то есть в гостиничном бизнесе, в туристическом бизнесе, то есть те, кто знают это изнутри. Задачи поставлены амбициозные. То есть к 2021 году, я не буду сейчас говорить про два или три года, просто вот скажу, те цифры, которые обозначены в программе до 2021 года, увеличить количество туристов, ну, почти в два раза. То есть мы говорим о туристах, которые остаются минимум на одну ночь в городе. Да, то есть я называл цифру там 500... В два раза, за пять лет. Да, фактически в два раза. И здесь не Тула, это Тульская область вообще в целом. Это Тульская область. Это Тульская область. Ну, соответственно, если нам удастся эту цифру достичь, она будет достигаться различными путями. Это и привлечение инвесторов, то, о чем мы говорили. Это работа с муниципальными образованиями, это вообще тема отдельная. Потому что, ну, как вот поговорка, театр начинается с вешалки. Турист начинает формировать свое мнение о регионе, когда он пересекает границу. Он видит, насколько убрана территория, благоустроена, ухожена. Если он будет видеть, что здесь живут люди, которые любят свой край. Ну, с муниципалитетами, да, отдельный разговор. Масса своих проблем, да, где-то контейнерную площадку убрать, заасфальтировать. А тут еще и Сергей Кузнецов приезжает и говорит, что, в общем-то, вы должны быть лицом. Понятно, что работа сложная. Ну, и, как я понимаю, контакты, вот первая часть начала вашей деятельности, как раз именно взаимодействия, налаживание контактов, прежде чем взяться за исполнение задачи вдвое увеличить турпоток в Тульской области в течение пяти лет. Будем следить за вашей деятельностью. Добро пожаловать к нам в эфир своими идеями. С удовольствием обсудим и поделимся с нашими телезрителями. В гостях у особого мнения был сегодня представитель комитета Тульской области по развитию туризма Сергей Кузнецов. Сергей Васильевич, спасибо. Спасибо вам. До встречи в эфире. До свидания. Всего доброго.